Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Елена Польшина. Это человек с большим опытом с работой с детьми. У меня очень много вопросов накопилось, потому что у меня две дочки, и у меня есть вопросы. С большим опытом проведения тренингов для детей, работа с детьми. И это человек, прям психолог. Не как вот там вчера психологом стали, а вот прям психолог с образованием, коуч. И расскажи про себя теперь сама. Остальные регалии. Да, классно. Приветствую вас. Меня зовут Елена, и я действительно дипломированный психолог. И я защитила, конечно же, сертификат на международном уровне коуча. И если говорить о регалиях, то это то, что ты вкладываешь. Это когда ты хочешь похвастаться, что у тебя есть диплом, или когда ты это хочешь применить на практике. Поэтому я проходила дополнительно обучение и получила диплом по гуманной педагогике. Я проходила обучение в Монте-Соре по этой программе, по методике. Очень много пришло обучение, связанное с тренинговыми программами и разработками, трансформационными играми. И что самое классное, получилось применить. И опыт в этом направлении уже более 10 лет. Ну вот этим, наверное, могу похвастаться. А проект «Мама в теме»? Да. Если говорить о том, в каких я проектах участвовала, то, конечно же, более 6 лет я работаю в школе лидерства Жана Урпак. И работаю как тренером и психологом. То есть я провожу тренинги как для подростков, так и для детей от 8 до 12 лет. И нахожусь в лагере, где провожу также консультирование. Плюс, конечно же, тренинги для родителей. То есть это очень важно и очень, я думаю, что ценно, когда идет трансформация и ребенка, и родителя одновременно. Конечно же, был классный проект «Мама в теме». Это онлайн-тренинг, это в тот период, когда был карантин, и он прям зажег, и он очень многим родителям помог создать гармоничное отношение со своим ребенком в семье. И я думаю, что это было классно. Это классный был этап. Сейчас это трансформационная игра «Мама в теме», которая позволяет рассмотреть в трех направлениях себя как женщину. Это «я ресурсная», «я родитель» и, конечно же, «я супруга» или «я тот человек, который выстраивает отношения с партнером». То есть это такие долгосрочные проекты, в которых я уже более шести лет работаю. Также участвовала в небольших проектах и даже участвовала в проекте от ООН, презентовала информацию о том, как важно все-таки давать знания детям о половом воспитании. Ну то есть нужно ли это или нет. То есть вот про это тоже проговаривала. Ну это мое основное. Плюс, конечно же, я практикующий психолог. Я работаю как с семейными парами, но и также делаю акцент на детях, потому что взрослых психологов много. И сейчас очень много коучев. То, конечно же, для меня очень важно помочь детям. То есть если в приоритете в моем, то это будет детская психология, потому что таких специалистов мало. Основные запросы детские? Смотри, Игорь, здесь важно сказать о том, что все зависит от возрастной категории. То есть запросов очень много. Спектр запросов, он большой. Если смотреть на раннем этапе взросления ребенка, да, то есть до 4 лет, то это, конечно же, коммуникация взаимодействия дома с ребенком, да. Это, конечно же, его адаптация в садик, да, или в какое-то учебное заведение, в маленькое. Это вопросы и энурезы. Это вопросы ребенка, связанные с памперсами. Там, правильное питание, да. Это страхи, это нервные тики. Но самое интересное, что кажется, ну вот, да, я ребенку помог. Это классно. Или нет, у меня вот в возрасте 3 лет нет проблем с ребенком. То после 4 лет идет следующий этап, да, то есть ребенок немножко отдаляется уже от родителя, переходит уже в учебное заведение, да, в школу. И это подготовка к школе. Это выбор спортивной секции, да. Это момент того, как ребенок реализует себя в школе. И, конечно же, здесь важно учитывать и физиологию, и психические процессы ребенка. То есть тоже очень много тем. То есть когда ребенок пошел в первый класс, с какими трудностями он сталкивается, в чем, да, напряжение, в чем стресс. И я детям помогаю. Но это не говоря о том, что есть разводы, есть горестные события, есть, когда родители оказались в сильном стрессе, и это чувствует ребенок. Когда есть ситуации, от которых ребенок просто не знает, как себя вести. То есть это и домогательство, это и насилие в раннем возрасте. Насколько часто домогательство до детей? Вы знаете как? Изначально была такая ситуация, что много ко мне клиентов поступало взрослых, которые в нашем возрасте, да, с тобой, которые приходили в возрасте 25 лет, 45 лет, 50, которые говорили о том, что у них в детстве было домогательство или изнасилование. То сейчас приходят родители с запросами о том, что у них ребенок столкнулся в возрасте 5, 6, 7 лет, 12 лет, именно с такой ситуацией. И это очень много. Но по твоим каким-то там шкурным ощущениям, это какой процент? Если говорить именно о моих, то есть если рассматриваете моих клиентов 100%, именно детской психологии, то приходит 7-8%. 7-8% из общего числа? Да, но это именно вопросы, когда уже произошло домогательство и было изнасилование. Это не говоря про статистику, когда дети смотрят порно-видео, это не говоря о том, что дети столкнулись с очень активным анонизмом, мастурбацией, да, то есть и уже у них в этом есть зависимость. То есть это, ну, не говоря на эти темы, это уже другая будет статистика измерить клиентов. Это очень интересную тему затронуло. Сколько можно мастурбировать ребенку? Или нужно, не нужно? Откуда знаешь, когда зависимость? Есть момент того, что если это идет в определенный возраст через познание и интерес, да, когда ребенок понимает это в 4, в 7 лет, да, и он заинтересовывается, и это только познавательный процесс. Но если ребенок удовлетворяет себя из-за стресса, из-за напряжений, из-за испуга, это присутствует на ежедневной основе, и ребенок это делает уже прилюдно, он может это не контролировать, да. Прилюдно еще делать? Ну, как бы, видишь как, то есть при любом моменте он думает, что его не видят, да, ну вот, и он начинает заниматься этим. И тогда уже нужно задумываться о зависимости и, конечно же, помочь выйти из этого состояния. Ну, то есть, как бы, родитель не ругает ребенка за это, еще раз повторю, родитель за это не ругает ребенка, не наказывает, ребенок просто это делает, родитель это замечает, начинает просто наблюдать, насколько это часто, да, насколько ребенок в это входит глубже и больше. И если это действительно уже видит он в зависимости, то тогда обращается к специалисту, который помогает плавно вывести и плавно переключить ребенка от этого, чтобы не было у него блока, с которым потом Игорь приходит к тебе и говорят, у меня нет сексуальных отношений, потому что я вот где-то это схватил. Нет, это вот именно через переключение, через такую возможность ребенку просто перенаправить, да, куда-то в другое, в другое русло свое внимание и не иметь напряжения в развитии, да, полового воспитания, в развитии своей сексуальности. Интересная тема, конечно, потому что, почему про процентаж спрашивал, потому что по моим ощущениям, вот взрослые люди, вот женщины, которые приходят, где-то примерно каждая четвертая, наверное, подвергалась насилию или там домогательству в детстве. Так вот, видишь, в какая ситуация, ко мне тоже приходят клиенты, которые хотят проработать тот страх, да, который произошел у них в детстве, да, или ту боль. И ко мне они приходили, мы тоже с ними работали, но сейчас вот есть большой процент, когда приходит ребенок, говорит, потому что ребенок в какой-то, в каком-то случае доверяет своему родителю и проговаривает, «Мам, да, меня трогали, а ко мне прикасались, да». И, конечно же, родитель не знает, как с этим работать, и он начинает, да, бить тревогу, начинает листать интернет, начинает понимать, что ребенку нужно это проработать, и, конечно же, уже обращается к специалисту. Вот мамам что делать? Вот дочка сказала, допустим, или там сын сказал, что вот его трогали. Какая реакция должна быть адекватная? Во-первых, не нужно сразу пугаться, то есть не нужно делать какое-то шоковое состояние. Изначально нужно полюбить ребенка, да, подарить ему любовь, обнять его, прижать, да, создать такое комфортное условие, где ребенок мог больше изложить информации, да, донести информацию, чтобы вы вытянули эту информацию, да, проговорили, насколько ребенок это может сделать. И с этого вы должны понять, что у вас два направления. Это момент, будете ли вы юридически, да, заниматься этим вопросом и подавать заявление, писать, да, и решать вопрос. Это будет консультация с юристом. И второй момент, вы должны понять, что обняв ребенка и помочь ему проговорить это, это не значит, что вы помогли ему это прожить. Вы не знаете, что помогли решить этот вопрос. И, конечно же, здесь нужно будет обратиться к специалисту, который поможет это прожить. Но тут нужна возрастная категория, да, то есть как мы проживаем в 7 лет домогательства, да, и как идет работа с таким ребенком, да. И если ребенок это уже в подростковом возрасте испытал в 11, в 12, в 15, в 17, ну и даже в 18. То есть вот так. То есть здесь все равно будет работа со специалистом. Окей, хорошо. Но если договорить, то самое главное – доверие. То есть это хорошо, что ваш ребенок просто проговорил это, потому что, значит, у вас были эти доверительные отношения с ребенком, и ребенок это смог сказать. Страшно, когда ребенок это не проговаривает родителю и просто это проглатывает в себе, как это делали наше поколение, да. Многие. Почему сейчас проходят прорабатывать во взрослой жизни? Потому что там они боялись сказать родителю. Там они боялись сказать, что их трогает учитель, да, что к ним прикасается сосед, что он может как-то погладить шею, да. Но это ведь уже такое привлечение, да, что подростки могут маленького ребенка, который приехал в гости к бабушке, к дедушке, пригласить в сарай, да. И в этот момент, конечно же, ребенок не всегда это проговаривает. И плюс у меня просьба, дорогие родители, обращайте внимание на то, что вы можете это предотвратить. Это обязательно нужно говорить своим детям. То есть изначально с четырех лет нужно проговаривать о том, что, уведомлять, что не нужно заходить с такими ребятами в сарай. Если ты чувствуешь некомфортно, как ты можешь себя обезопасить, да. Какое у тебя есть кодовое слово для того, чтобы родителям сообщить, да. Знаешь ли ты о правилах трусиков? И если родитель уведомляет, то ребенок... Что за правила трусиков? Сейчас, если родитель все-таки уведомляет, то ребенок, по крайней мере, в курсе, что может быть это произойти. Правила трусиков — это когда мы говорим с детьми о том, что нельзя показывать свои половые органы и нельзя прикасаться к другим половым органам. И если рассматривать с научной точки зрения, сексологи говорят, что тему правила трусиков нужно проговаривать с двух лет. Представляешь, Игорь? Но я как психолог понимаю, что все-таки до трех лет мы контролируем общение ребенка с другими людьми. Ну, то есть, как бы я понимаю, да, что я свою дочку сейчас вожу в садик, что с ним могут взаимодействовать бабушка, дедушка, да, например, с ней могут взаимодействовать и родные. Но все равно это как бы под таким неким контролем мы присмотрим. То уже ближе к четырем годам, да, ребенок может куда-то поехать, может пойти в гости поиграть к соседям, да, как бы уже социализация больше. Именно с четырех лет я рекомендую говорить детям о правилах трусиков. И что в эти правила входит? Во-первых, ты не разрешаешь прикасаться к себе то, что идет под нижним бельем, то есть это маечка и это трусики. Ты не разрешаешь показывать, да, и ты также не прикасаешься к другим. То есть, если, например, тебе могут сказать, ну, если ты не хочешь показывать, давай я свою покажу, да, то есть в этот момент ты должен как бы знать, что этого делать нельзя. Второе, если к тебе кто-то прикасается, да, или наставит на этом, ты должен сразу же уведомить своего родителя, да, то есть ты должен ему об этом сказать. И, конечно же, по поводу пространства, то есть если тебе не нравится с человеком, да, если некомфортно, ребенок это тоже должен уведомить. Вот как раз у нас есть такая в казахстанском менталитете тематика «Ой, поцелуй тетю, поцелуй дядю, обними», да, это близкий родственник. Но тут тоже мы должны показывать ребенку личные границы. Если он этого не хочет делать, мы не должны его заставлять. То есть об этом обязательно нужно будет проговаривать ребенку. То есть вот такие простые правила ребенку говорить с 5 лет. Сейчас эта тема не сильно нагнетается. У меня, знаешь, был этот, у меня есть товарищ один, и он во дворе играл с детьми, со своими. То есть это племянники, там, племянницы, он их вывел всех во двор, человек 10 там. И сел вот так, и сидит, и там, и какую-то игру придумал, они что-то бегают, и он с ними там вот, что, балагурец сидит. И подошла женщина с соседкой, которая его не знает. Она его увидела первый раз, она говорит, что вы здесь делаете? Это же чьи дети? А где их родители? Он говорит, родители у нас дома, вот в гостях. А почему вы здесь сидите? Какое право вы имеете с ними играть? И она вот просто докопалась до него, знаешь, я сейчас вызову милицию, вы просто педофил, короче, и прям начала на него прям гнать. И он говорит, я не знал, что делать, я просто дети домой, короче, всех домой завел, говорит, и потом рассказываю, говорит, дома, и вот так штору отодвигаю, говорит, и она вот так стоит и на меня вот так смотрит, говорит, туда. То есть, и он говорит, я сначала, говорит, не понял, но с другой стороны, я понимаю, что, наверное, педофил бы себя так вел, говорит. Ну это же, ну, и насколько это, как это, общество нагнетает или эта проблема действительно большая? Проблема очень большая. То есть вопросов очень много. То есть если бы не обращались бы клиенты с запросом того, что у них произошло, и здесь, Игорь, есть такая ситуация, это ведь не только прикосновение учителя, это не только прикосновение дальнего родственника или какое-то, например, внимание со стороны сверстников или одноклассников, или людей со двора, такое насилие тоже присутствует детское. Это вопрос, когда ребёнок, приходя к разведённому отцу, понимает, что папа её трогает. И трогает совершенно не так, как любящий отец. И момент шока для мамы в том, что она говорит, так вот я в семейной жизни, почему я развелась со своим мужем? Потому что было именно насилие с его стороны. Подождите. Да, но я, говорит, развелась, но я разрешаю контактировать дочери с ним. То есть всё нормально, это же дочь. А когда она повзрослела, и когда ей стало лет 12, да, то вот произошёл такой контакт. И дочка не сразу сказала, она просто говорит, я не хочу к папе ехать. Меня на день рождения пригласили. То есть такие частые отказы и нахождение причины, да. То есть ребёнок затемпературил перед тем, как поехать к папе. То есть она один раз поняла, второй раз поняла. И она поняла, что ребёнок избегает. Но она не может признаться. Причём? Да, она не может признаться матери. И она говорит, мне пришлось целый вечер посвятить тому, чтобы выплатать у неё эту информацию. Ну лучше выплатать, да. Да, то есть и она говорит, я целый вечер говорила, я не буду тебя ругать, я приму, давай, давай. И она рассказала. То есть и это вопрос таких вещей. И поэтому здесь как бы ситуация в том, что нам нужно уведомлять детей. Нам нужно их не пугать, но уведомлять. Но теперь если поговорить про ситуацию с этой женщиной, момент того, что вот знаете как, есть такие люди контролирующие, да. Вот они контролируют не только в своей семье, но у них контроль идёт и в двора, и целого дома, да. И вот прям вот этот контроль, который тоже не всегда хорошо. Да, то есть не всегда хорошо. Я не говорю, что такие люди, ну, как-то ведут себя неправильно. Нет. Просто в них есть ресурс быть нужными и полезными. И то есть если ты замечаешь, что у тебя некий какой-то контроль присутствует, классно. Реализуй это в нужность, реализуй это в полезность обществу, да. Но не через вот такой контроль давящий. Ах, ты параной перевернула. Не через контроль давящий, а в том, что это может быть действительно тот человек, который нужен обществу. Но нужно только, ну, как бы реализовать это правильно, чтобы на тебя посмотрели и услышали тебя. Вот это классно. То есть, ну, вот женщина, она классная. Просто, ну, реализовалась не там. А так, вообще, надо прям посмотреть на нее вот с другой стороны. Не знаю, как смотреть, но были кейсы, когда реально вызывали полицию, и они там что-то потом очень долго с этим разбирались. То есть, прям дело завели. Не на него, да, вообще другой кейс. Есть ситуации, когда это, ну, на ровном месте, да. Не отмажешься потом. Ну, в смысле, этот. Теперь смотри, вот ребенок, вот он отказывается ехать к папе. Один раз, второй раз. И нужно, в общем, доковырять. Это же должны быть доверительные отношения с мамой, да? Чтобы ребенок рассказал. Не только доверительные отношения с мамой. Ну, то есть, если в случае развода, да, то должны быть доверительные отношения тогда с мамой, да. Сейчас очень много детей воспитываются и с отцом. То есть, такая тенденция есть. А здесь очень важно, чтобы с родителями было доверие. И это прям вот с самого раннего детства. То есть, ты как родитель понимаешь, что доверие, оно многое закрывает, да. Это вопросы разговоров на интимную тему. Это вопросы по успеваемости ребенка, да. Это вопросы по тому, когда, ну, ребенок может сказать свое мнение и не бояться, да. Ну, то есть, развивать эмоциональный интеллект, это тоже же через доверие. Кейс был такой. Уже пришла женщина, да, ей там 38, я не знаю, 37 лет. И ее мама водила все детство на пианино, на фортепиано. И она вот, ну, и я ей говорил, я не хочу. Она болела, температура. И мама ее, этот, вбила, делала внушение, короче, и отправляла опять на музыку. И когда мы с ней начали работать, ее, в общем, преподаватель 7 лет, вот с первого класса, 7 лет, он ее просто, вот, ну, они, он ее насиловал 7 лет, 3 раза в неделю. И мама водила ее туда сама. И при этом ребенок не смог. Я говорю, почему ты маме не сказала? Я боялась, что она будет ругаться. Там еще этот преподаватель ей там наговорил, типа, ай-яй-яй, ты вот вообще плохая девочка, родителям скажешь, тебе голову оторвут. И вот 7 лет вот это вот все скрывалось, и она, а запрос, типа, почему я замуж не могу выйти, да? Ну, я еще добавлю, не проговорила, в правила трусиков входит еще то, что есть плохие секретики. То есть, ну, бывают хорошие секретики, а бывают плохие секретики. Это когда мы проговариваем все-таки ребенку, потому что если к тебе обратится другой взрослый человек и скажет, а это наш с тобой секретик, да? Или в части именно шантажа, да, манипуляции, то тоже должен был ребенок уведомить, что это неправильно, это нужно проговорить родителям. То есть вот так вот. А по поводу ситуации с женщиной, видишь, как ей настолько было страшно, что она даже эту тему внутри себя закрыла, понимаешь? То есть она, возрослев, да, и даже после 20 лет она не пришла, да, решать вопрос сразу с психологом. Она долго жила с этим, она долго это молчала. И только когда вопрос уже, что годы подходят, а я не могу выйти замуж, да, а в чем причина? То есть здесь момент по поводу того, что не было доверительных отношений с мамой. Может быть, момент менталитета, момент, когда нам говорят, да, что нельзя, да, то есть это плохо проговаривать какие-то вещи, и ребенок этого боится. Ну, то есть вот так сложилось. Это очень хорошо, что она к тебе пришла и все-таки решила кардинально изменить свое отношение к мужчинам. То есть вот так вот. Почему мы с тобой про это все говорим, да? То есть мы позвали детского психолога, и мы, этот, смотри, подростки теперь тоже, да, вот, то есть это такая болючая тема, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты ребенком перестал управлять. То есть если ты до 12 лет где-то ты им управлял, то с 12 лет как будто поломали пульт управления. Что делать родителям? Радоваться. Радоваться, наслаждаться. То есть если у вас есть такой момент, что вы потеряли этот пульт, все, классно, потому что ребенок переходит в следующий этап взросления. И в этот момент, ну, вообще не делайте ребенка удобным. Не ловите такой момент. А-а-а, ты стал агрессировать, я сейчас тебя посажу на место, я сейчас тебя на место поставлю, да, а ты мне еще тут будешь выступать. Нет, ни в коем случае так не делайте, потому что мы тогда его ломаем. И просто потом запросы у родителей другие, да, когда иногда ко мне пишут, вы знаете, я хочу записать ребенка на консультацию. Окей, сколько вашему ребенку лет? Сорок девять. Двадцать пять или сорок девять. И ты такой говоришь, ну, это же взрослая консультация, то есть, ну, я не принимаю уже с родителями, да, уже вопрос по взрослой психологии. А почему так? А потому что он был сломан там, он стал удобный, да, и все, все, он, как бы он будет так же удобный. То есть, потому у родителей другой будет запрос. А между поломать и избаловать, вот эта грань, она где? Знаете как, вот если у вас есть вот этот стереотип избаловать, то вы к этому придете, что вот я избалую ребенка. А если вы себе в голове решите, что вы дарите любовь ребенку, вы даете ему и свободу, и любовь, да, и открытость, да, то это не про избаловаться, ну, то есть, это не про то, что вы избалуете, это просто вы наполняете ребенка любовью. Подождите, это слово избаловать. Подождите, тебе попроще что-нибудь скажи? Ну, просто... Что делать? Ну, в смысле, где грань? Просто не баловать ребенка, это тоже у каждого свое представление. Что вы под этим словом подразумеваете? Баловать это в том, что вы ему купили айфон, или в том, что он у вас не умеет мыть полы? Вот про полы давай, да. Вот не умеет мыть полы, не хочет. Есть момент того, что если вы будете заставлять или перенапрягать, да, там, вот, ты должна там мыть полы, да, а в замуж выйдешь потом, еще что-то, то это не будет работать, особенно в подростковом периоде. То есть, во-первых, либо преподнести это как совместное действие, да, ну, давай с тобой вместе что-то сделаем, давай распределим и быстро-быстро, да, на такой легкости, но обязательно потом с обратной позитивной связью. То есть, это не так, что ребенок помыл полы, вы зашли и говорите, тут волос, да, тут что-то не так, тут плохо, почему под диваном не собрал игрушки, да. То есть, вы раскритиковали, и ему в следующий раз невыгодно мыть полы. А если вы говорите, ой, как свежо стало, ой, как классно, да, давай с тобой тогда вместе, да, проведем время, но в следующий раз, да, может быть, покажете, что вот, ну, мне бы там хотелось тоже, чтобы ты вытер, да, там вот, ну, пожалуйста, да, обрати внимание на этот угол, потому что там чаще всего грязь, там, и так далее. И он в следующий раз обратит внимание, сделает, но если вы после того, как он сделал, раскритикуете, он перестанет это делать. Это каждый родитель должен стать воспитателем. Так же люди не разговаривают. Зачем тогда рожаете детей? Ну, то есть, ну, ваше желание родить ребенка, это должно быть такое, безусловное, да, принятие этого ребенка, это дарение ему любви, и это иметь ресурс, дать ему знания, поделиться опытом. Ну, подожди, подожди, мы когда рожали, так не думали. Да. Окей, ну, классно, классно. Произошло рождение, да, перед вами личность, перед вами человек, который придет во взрослой жизни, но вы ведь все равно задумываетесь о том, что вы хотите этому ребенку дать. Страхи, критику, да, какую-то там агрессию, или любовь, поддержку и веру в то, что у него все получится. Это как, знаешь, мой клиент, прекрасная мама четверых детей, она сделала практику, она общеизвестна, это не моя практика, когда ты в течение недели записываешь все, что, ну, все, что ты говоришь ребенку. Вот просто ты сказала слово и записала, сказала и записала. Она вот как раз не работает. И она говорит, я завела эту тетрадь, и я прям записывала. И к концу недели она была просто в шоке от того, что она говорит своим детям. То есть она смотрит, и она поняла, что в ее словах такое есть. Спину ровнее, не балуйся хлебом, держи ложку правильно, не горбься, молодец, хорошо, чтобы ответил в классе, быстрее, одевайся быстрее, сделай вот это, заправь постель, принесите все носки. Ну, может быть, другим голосом она это говорила. Это химологи, да? Да, ну то есть принеси носки, сделай вот это, ой, какая красива, ой, да, волосы, хорошо, что расчесала, зубы почистил? А, иди почисть, воняет изо рта. И, конечно же, к концу дня она говорила, я тебя люблю, спокойной ночи, сладких тебе снов, быстро спать, выключайте телевизор, быстро спать, я вас люблю, давай сказку почитаю на ночь. Ну, они просто разновозрастные дети. А, да, прикольно, вот это. И когда она пролистала, то она говорит, я же говорила детям спину ровнее, говорила правильно держать ложку, чтобы он во взрослой жизни, ну, был с этикетом, да, чтобы он правильно умел входить в общество, чтобы он умел здороваться, да, чтобы не был горбатый, это же про здоровье. Но когда ты читаешь это в тексте, это сплошная критика, это сплошной контроль. И только в завершении дня я тебя люблю. Это надо гоупро и маме туда накрутить, типа с папой, да? И вот просто то, что общение с ребенком, потом это все смонтировать, вот так прикольно будет. Ну, просто она говорит, когда я это говорю каждый день, я это, ну, просто не замечаю. Ты же еще выражение лица своего не видела. То есть ты просто... И она говорит, этот текст, он меня просто срубил. Ну, то есть она просто потом поменяла. И, кстати, что самое интересное, она говорит, Елена, Елена, я поняла, я же к вам приводила детей с претензией к ним, а претензия-то ко мне. Прикольно. Еще вопрос, смотри, мы там второе место в мире по количеству разводов, там на тысячу человек, или как их там считают, да? И вот дети, в которых вот, ну, случился вот этот развод, какие травмы, ну, первичные такие? Я видел ролик, у тебя просто очень цепано у меня. Здесь есть момент, что разные ситуации. Во-первых, нужно понимать о том, когда произошел развод. Да? И в связи с именно периодом развода есть и разные нагрузки на ребенка. И есть разводы, то есть есть тестистические данные, когда разводы происходят на раннем этапе супружества, в первые годы жизни. Ну, и уже есть ребенок, да? И ребенок, да, ему, например, там было всего два года, то, конечно же, он живет уже в разведенной семье. И он это принимает как факт, что мои родители живут отдельно. То проживание периода развода, да, будет у него в подростковый период или во взрослой жизни. А, то, что он в детстве не понял, короче, выйдет в подростковый период. Да, то есть ребенок все равно потом предъявит и скажет, придет к маме и скажет, мама, почему ты с папой развелась? Или там, папа, что ты маму бросил, да? И тут у родителя тоже такая должна реакция быть. Ну, чаще всего реакция, ну, что ты сейчас-то вспомнил? Восемь лет уже прошло, да? Ну, вопрос неактуальный. Где вы были в восемь лет? Да, но тут у родителя должно быть такое понимание, что, ну, просто ребенок осознал, что родители не смогли построить отношения. И он в этом возрасте хочет в этом разобраться. То есть это одно. Есть момент, когда, как раз я в своем ролике проговариваю о том, что родители живут ради детей. И это совершенно другая идет психологическая нагрузка на ребенка. Потому что ребенок, он, ну, во-первых, понимает нагрузку, что родители находятся в позиции жертвы ради них, да? И они, во-первых, будут так и так проживать предательство развода, потому что развод все равно произойдет, да? Во-вторых, на их роль не только ребенка, еще и накладывается роль, накладывается роль соединителя семьи, да? Которую он на себе дополнительным рюкзаком тащит. И, ну, конечно же, момент может схлопнуться в чувство вины, что все-таки я плохо нес этот рюкзак груза, и родители так и так развелись. И это тоже может вылиться в большую травму. И, конечно же, неправильно построение своих семейных отношений, потому что ребенок путается в своих. У меня вопрос про, знаешь, что? Воскресный папа, вот это у тебя ролик был. Вообще, на самом деле, вот очень много я сейчас таких семей наблюдаю, они развелись, и у них там вот в этом браке, допустим, один ребенок был, развелись. Каждый еще женился, да? Там Санта-Барбара конкретно, короче. Еще там по ребенку. Потом они начинают перекрестно все общаться как-то, каким-то неведомым для меня образом. Потому что, может быть, я сильно категоричный, но я бы, наверное, не общался бы, если так, не дай бог, что-то случилось бы. Но дети путаются, где чей папа? Да, то есть дети не понимают уже, где мама, где папа, где просто тетя. А что это дядя делает с моим? Ну, короче, какой-то трэш. Вот в долгосрочной перспективе насколько это на психике детей отразится? Есть какая-то вот, ну, траектория этого всего? Если честно, то, что ты сейчас, Игорь, рассказываешь про то, что начинается вот это вот непонятное общение, да, и, например, там у вновь родившегося ребенка возникает вопрос, почему моя старшая сестра идет куда-то, да, а я туда не иду, да, и она проговаривает о том, что есть еще какой-то папа, да, и вот этого маленького ребенка, непонимание, да, такого. Почему, да, что за папа? Вот же папа, да, какой там еще папа? То есть возникают такие вопросы. Но если честно, я могу сказать, что вот такому даже смешанному состоянию я, может быть, буду больше радоваться. Почему? Потому что, несмотря на развод, каждый родитель счастлив. То есть, когда ребенок видит счастливую маму, когда ребенок видит реализованного папу, и потом у него картинка сложится взрослее, то есть, но он зато видит нетравмированных взрослых, и он будет понимать, что взрослым быть классно. Хуже, когда люди живут в семье в безумном стрессе, недовольстве, в позиции жертвы, да, и дети они потом тоже предъявят, они скажут, мама, ну зачем терпела? Ради нас не надо было. То есть, бывает даже вот это намного сложнее, что кто-то из родителей пожертвовал ради того, чтобы дети были счастливы. Такое счастье детям не нужно. Здесь очень важно показать счастливую взрослую позицию. И если вам удалось в новой семье построить гармоничное отношение, классно, вы будете прекрасным примером даже для ребенка, который находится в разводе. Хорошо. Теперь убираем этих там... Классных. Вот они развелись, есть дети, и теперь они сами не женятся, ни он, ни она, да? Но они как бы считают себя родителями детей, да? И у них какие-то там непонятные коммуникации тоже с детьми. Там же явный вот этот перекос. Если папа приходит раз в неделю, папа для них праздник, а мама как бы строгий такой предиктор, да? В этом случае что будет? Ну, когда я проговаривала в своем ролике, в том, что ребенок, видя папу как праздника, даже я отодвинусь, потому что мне очень многие написали в социальных сетях, что сейчас многие маму праздники, а папу наоборот... Ну, это наоборот, да. То есть наоборот. То есть это один из родителей. Видите как? То один родитель, если он является праздником, он не показывает себя в реальной жизни. То есть он не показывает решение вопросов, отношение к своим ошибкам, да? Своё поведение, да? То есть он не показывает реальность жизни. То есть и у ребенка тоже схлопывается картинка, что вот такой человек, он как бы я вот вырасту, либо как я праздник, да, или а мне нужно решать вопросов. А я буду таким же, да? Ну, как бы вот может быть такая картинка. Как я видел папу, я таким хоть... Да. Или как бы девочка, вы видела папу праздником, и вроде бы это тоже классно, и... А мужчина-то ей какой нужен? То есть она... Что она будет искать партнера очень похожего на папу, но она же потом с ним же и устанет, да? Который постоянно веселится, да? Да, он такой веселится. То есть здесь момент того, что каждый родитель, он всё равно влияет на взаимоотношения. Точно так же, как мама. Если мама праздник, да, и может быть это классно, что женщина лёгкая, да, такая вот. Но тоже момент того, как она показывает своё материнство, да, как она показывает себя как реализованную женщину, да, пусть это в деле, в бизнесе, в работе, пусть это в домашних делах, это тоже же реализованность женщины. То есть здесь вот этот момент. Очень важно показывать себя с разных граней, чтобы ребёнок увидел, что мой папа решает такие-то вопросы, да, моя мама вот такая, да, моя мама может завалиться на диван, налить себе утром чашку кофе, включить сериалы и просто там нареветься с этим сериалом или наоборот насмеяться над комедией, что мама такая, она разрешает себе быть такой. И папа он вот такой. И плюс здесь я прошу ещё учитывать такой момент. Вы не строите повторное отношение и задаст вопросом зачем, да, то есть потому что вы думаете, что вашему ребёнку некомфортно или вы не хотите наступить на вторые грабли, да, или там чем-то недовольны, да. Тут нужно задуматься о том, что развестись — это одно, да, а умение быть счастливой — одной или одним, умение быть счастливой в строительстве отношений. То есть очень важно задаться вопросом, я развелась или я развёлся, и что сейчас мне приносит реализацию счастья. И вот если вы зададитесь, что вы несчастливы, если вы зададитесь таким ответом, что мне не нравится, то вот здесь как раз нужна работа. Потому что, ну, развод — не всегда решение проблемы. И ребёнку тоже нужно видеть в том, что мама развелась, и мама реализованная и счастливая. Потому что иногда у детей, вот у моих клиентов схлопывается картинка, а мама вот сейчас в разводе, она несчастлива, а тогда, даже несмотря на то, что с папой они там ругались и ссорились, или папа был зависимый, да, ну, может быть такое, а там она была счастлива, да. То есть, ну, значит, как бы неправильно. Но на самом деле, как бы, ребёнок не знает всей глубины причины развода и видит жертву мамы в разводе. Теперь смотри, ещё самый частый случай, папа просто пропал. Вот мать-одиночка осталась, она с ребёнком, и ей чего делать? Или вот какие будут последствия? Или к чему это приведёт всё? Всё зависит от женщины в этом случае, о том, какую она несёт энергетику в том, что она оказалась в ситуации, когда мужчина не захотел с ней строить отношения, мужчина не захотел взять ответственность за этого ребёнка. То есть, именно её настрой. И если у неё настрой, да, со мной это произошло, да, я прожила это предательство, потому что здесь очень важно женщине прожить это предательство, то есть уметь понять, потому что это большое горе, я считаю, всё равно. Но, прожив его правильно, она потом начинает выстраивать себя. И вот, например, я работаю в лагере же на УРПАК, да, и когда я провожу консультирование, иногда дети приходят, да, у меня есть тренинг по взаимоотношению с родителями, и они тоже там пишут письма, они делают практики различные. И ко мне может подойти ребёнок и сказать, а я никогда не видел своего отца, а я не знаю, кто он. То есть, ну, мама забеременела, и отношения в этом прервались. И я говорю, напишите обязательно ему письмо, да, о том, что вы отпускаете на него обиды, о том, что он сбежал, о том, что он струсил, сдался, да, вот. Ну, то есть напишите, да, об этом. Но в то же время, когда мы начинаем с таким ребёнком работать, то есть, ну, несколько, да, моментов, когда они говорят, да, со мной это произошло, но у меня мама такая классная, да, я взаимодействую с дедушкой, у меня такой суперский крёстный отец. А вы знаете, да, там, и ребёнок имеет ряд примеров других мужчин, да, которые его наполнили, которые дали ему любовь, которые дали ему поддержку, которые показали, что мужчины могут быть вот такие. Ну, то есть у папы не получилось, но есть вот дядя, есть крёстный отец, да, есть дедушка, это авторитет и эталон. И у ребёнка всё будет классно. А бывает момент в том, что когда женщина в такой ситуации остаётся в горевании, остаётся в жертвенной позиции, не выходит с этого состояния, обвиняет мужчину, что он виноват, и она прям живёт в этом, то у ребёнка может появиться картина, что все мужчины плохие. Не нужно, ни на кого не нужно надеяться. Вот мама всегда одна была, и я тоже буду один. А если это про мальчика, то он тоже может закладывать в себе энергетику, что я, в принципе, мужчина, я подонок. Ну, то есть, потому что все мужчины плохие, потому что обидели маму. Это как у Соломоновой, да, папа твой мудак, а ты хороший. Не буду ничего говорить. Теперь обратная сторона, теперь вот папа воспитывает ребёнка один, ну, мама ушла. Про то, что мы говорим? Тоже всё зависит от папиного настроя. То есть от того, как он преподносит информацию ребёнку о матери. Ну, то есть, какая, да, мама. И если он проговаривает то, что твоя там мама и все матершинные слова, которые есть, так же, как и может женщина, да, сказать, твой отец, да, и все матершинные слова. То есть здесь очень важно, что да, такое произошло. Ну, что я могу, как отец, сделать, да, создать условия, чтобы мой ребёнок гармонично развивался, чтобы он себя не ощущал брошенным, одиноким, да, а ощущал, что, несмотря на эти обстоятельства, я, ну, как бы, я уверенный, я классный, я любимый ребёнок, да, я значимый ребёнок, я важный ребёнок. И ребёнок, если это будет ощущать от отца, от родителей, который, может быть, помогает ему, да, это может быть мачеха, ну, если, как бы, приведём пример, да, новая, да, супруга, это может быть бабушка, это может быть тётя, да, то есть это может быть человек, который может ребёнка наполнить. Я прошу в этот момент понять, что если вы воспитываете ребёнка одного, да, и вы один родитель, ну, или там двоих, и вы думаете, «А, нужен пример, да, мне срочно нужно жениться или выйти замуж, да, чтобы у моего ребёнка был пример». Нет, выходя второй раз в брак, ну, входя второй раз в брак, вы должны понимать, что вы ищите не для ребёнка родителя, да, мачеха или отчима, вы изначально ищите для себя партнёра, с кем будете счастливы. И если вы с этим партнёром будете счастливы, ребёнок примет этого человека и будет его очень любить и ценить. Но если вы, как бы, выбираете, говорит, «А, ну, зато вот он будет, там, хорошей, да, там, хорошим отчимом или, там, внимательной мамой для ребёнка». Нет, не надо. Ещё вопрос. У меня вот, у меня кажется или нет, но очень, это я почему сужу, и это вот Рилс я как-то делал, и в Рилс их в прямых эфирах, мы-то проговаривали, что отец, ну, мужчина вообще чужого ребёнка, вот, и принимает легче, чем женщина. Это судя по комментариям. То есть, если ты говоришь, там, вот, со стороны мужчины, вот, он берёт женщину, и там, у неё от первого брака ещё дети, и, как бы, он принимает, и все такие, ну, это нормально. А когда женщина принимает, женщина, как бы, не готова. Там очень много было таких, каких-то негативных, таких комментариев. Насколько это у меня адекватная информация? Ну, комментарии, они действительно разные. Да, даже если рассматривать сказки, да, как-то вот, описываются матчи, как-то всегда негативно, да, заметили в сказках? Да. Ну, той же самой Золушки, да, к примеру, какая была мачеха. То есть, ну, тут я прям прошу обратить внимание, что это должно быть разное мнение, ну, то есть разные ситуации. Смотрите, когда происходит союз, когда мужчина готов взять женщину с одним ребёнком, а бывает с двумя, а бывает даже с тремя берут, да, тут нужно понимать женщине, да, почему мужчина соглашается. Потому что благодаря этим детям вы такая женщина, какая есть. То есть ваши дети вас сделали. То есть вы в своём материнстве стали той прекрасной женщиной, в которую влюбился мужчина. То есть если бы у вас не было бы этих детей, вы, возможно, бы и не привлекли этого мужчину. А наоборот? Вот у него там двое детей? Сейчас я проговорю. То есть как бы это как мужчина, он входит в эту семью, и он это принимает как единое целое. То если мы смотрим на ситуации, когда мужчина воспитывает детей, видите как? Мужчина, он такой ведь стержень, да, и таких сильных изменений у него не происходит в части, ну, реализации отцовства. Вот. Но здесь нужно понимать о том, что здесь именно больше подготовленности от женщины должно идти. Когда женщина входит в отношения, где у мужчины есть там один, два, да, три ребёнка, то она должна прям ощущать, насколько ей важно пробудить в себе это материнство, и насколько оно, знаете как, она его должна прям пробудить, она должна прочувствовать это материнство. Это вот как мы смотрим, даже в живой природе, да, есть когда, есть даже хищные животные, да, которые воспитывают детёнышей, да, или наоборот, да, принимают, да, птицы берут, там, других птенцов. То есть это пробуждение в себе этого материнства, и когда она это пробудит, она столько даст любви этим детям, она столько даст этого тепла. Но если её подторапливает что-то, и есть причины, что она торопится войти в отношения, да, то есть нужно прям задаться вопрос, зачем ты хочешь войти в отношения? Для того, чтобы там, ну, потому что ей уже пора, да, выйти замуж, и хотя бы такой, да, или там, потому что какие-то условия есть, или она убегает от чего-то, да, убегает из своей семьи, убегает из предыдущих отношений. Если есть вот это, и это её подторапливает, и она не успевает прийти к своему материнству, то да, может произойти стычки. А если она даёт себе время для раскрытия материнства, эти дети будут самые счастливые, и она будет сама вот этим довольна. В общем, женщине сложнее принимать детей чужие, да? Ей нужно прям дать себе этап времени для того, чтобы вот это раскрыть. Но её не должны торопить. У нас же очень часто подторапливают, и вот это, кстати, подторапливание, это тоже с детства идёт. Когда мы ребёнка заводим на секцию, говорим, давай, давай, да, да, ну, вперёд, подталкиваем его, да, и у ребёнка появляется вот этот внутренний такой сигнал, вот, вперёд. И она также и в супружество, ну, то есть замужество может подторапливаться. То есть вот её что-то подторапливается, то есть вот такой вот толчок. Но нет. Тут ведь про готовность женщины. И это не связано даже с детьми. То есть есть у него дети, нет у неё детей. Если ты торопишься в отношениях, ну, как бы, надо потом смотреть, да, на эффективность в долгосрочных отношениях. Если ты с комфортом заходишь в отношения, с любовью, да, какой-то такой тягучестью, да, женственностью, то и выбор партнёра будет гармоничный, и долгосрочное отношение. То есть вот так. Хорошо. Игорь, всё индивидуально. Я сейчас, может быть, рассказываю, и, ну, кажется, что это нереально. Здесь важно слышать себя, как мужчине, так и женщине. И быть честным с самим собой. А в тебе всегда какая-то воздушность слышится. Ну, просто если ты нечестен с собой, да, и ты говоришь, да я справлюсь, да, да я смогу, да я буду хорошей мамой для этих детей. И ты в эти отношения вбегаешь, да, на своём паровозе. Ну, потом что, да? А если ты идёшь к этому постепенно, тогда ты можешь сказать, нет, я этого не хочу. Ну, это же тоже классно. Когда ты не травмировал детей, не вошёл в эти отношения, не наобещал им горы. Я, у Некрасова, когда это был, он говорит, очень важно находить партнёра осознанно. И он начал перечислять пункты, их было всего пять, я их все не помню, но на втором отвалилось 98% всех претендентов, любых. То есть, я, насколько понимаю, вот эта вот осознанность, браки же, они не осознанные всегда, ну, в большинстве там до 25 лет, какая там осознанность? И А то, что ты сейчас вот говоришь, это, ну, это все коучи должны быть? Задай себе вопрос, рефлексируй, будь осознанна, раскрой себя. Это на какой возраст? Знаешь как, я хочу сказать, что новое поколение, оно уникально. И я расскажу не свою историю, а расскажу историю другого психолога. Зовут её Татьяна Мужицкая, ну, то есть, чтобы она писала в книге или на каком-то подкасте тоже интересную ситуацию, что она летела в самолёте, ну, и как обычно, да, ты садишься в самолёт, да, поздоровался с тем, кто рядом. И она села, но пока самолёт не взлетел и не было вот этого гула, она услышала разговор двух людей за своей спиной. Ну, есть услышала, и получилось так, что как раз вели разговор как два коуча. Ну, конечно же, человек как-то является психологом, да, ты-х ты-н. И она, как бы, конечно, мне было интересно, и там, ну, потом отвлекались моменты, но я задалась целью посмотреть, кто же за моей спиной разговаривал. И когда мы встали по прилёту, она увидела молодых людей, которым было по 23-25 лет. и для неё это было таким инсайтом, что новое поколение, оно, ну, входит сейчас более раньше в осознанность. И это классно, это большая радость, да, что сейчас, ну, уникальное поколение. Они лучше, чем их? Здесь нельзя сказать, что лучше, хуже. Просто они сейчас в осознанность входят раньше. И, может быть, нам нужно у них этому поучиться. Потому что мы иногда в отношения влетали, как прыгали в вагон, да, а потом догадаемся, наш вагон, наш поезд, не важно, потом спрыгнем с другой станции. Пятый автобус, десятый, слава богу, говорит. И поэтому, ну, то есть, осознанность сейчас у современных, ну, современного поколения, оно есть. Это хорошо, классно. Ну, то есть, я очень этому рада. Мне прям понравилось, ее этот пример. Я сейчас понимаю, это вижу, вижу это в лагере, вижу это на тренингах, вижу это на консультациях, то есть, что дети приходят. Поэтому очень хорошо. То есть, сейчас я думаю, что, может быть, браки будут более осознанные. А вот теперь нужно задуматься, что нам делать с нашими, да, отношениями? Учиться. Потому что у меня, эта дочка младшая иногда такое залепит, что слушаешь и думаешь, да, классно. Ты говоришь, дочь и так неправильно, откуда ты знаешь, что так неправильно? А может, как ты думаешь, что так неправильно? Какая классная Виктория? Да. Молодец. Прям восхищаюсь. Если честно, мне нравится еще легкость детей, подростков в отношении со взрослыми, с разговорами со взрослыми. То есть если нам давали, да, четкую иерархию, там, ты не имеешь права, там, к нему так обратиться или сказать, то, ну, просто, Игорь, например, когда я видела твоих детей, которые подходят ко мне, которые обнимаются, которые говорят привет, и это классно, это легко, потому что тогда и есть этот контакт, тогда и есть взаимоотношения, да, тогда есть их уровень взросления очень много, выше, да, и мне не надо опускаться на их уровень, да, то есть очень классно, что их можно потянуть к себе и выстроить абсолютно по-другому диалог. Поэтому, ну, в твоих детях я это вижу. Классно? Порадуйся. Классно. Хорошо, и мы-то порадуемся, что с этим делать? Так вот как раз, понимаешь, радоваться, то есть это к вопросу того, что вы, как родители, потеряли пульт управления от своих детей. Давно. Все. Супер. Единственное, что вам нужно подумать о том, что вы предоставляете своему ребенку возможность общения с разными людьми, ну, с учетом безопасности, да, снова к этому приходим, с разными людьми, для того, чтобы у ребенка было, ну, разное представление о людях, да, какие люди могут быть, и, конечно же, чтобы у людей было, у детей было больше авторитетов. То есть вы в подростковом возрасте для своего ребенка не являетесь авторитетом. Давай еще вот так тогда. Еще шкурный вопрос. Деньги. Сколько денег давать и надо и когда начинать? Финансовая грамотность очень уникальная вещь, которой мы не обладаем. Никто, да? Да, наше поколение это то, которое не финансово грамотное. Нас никто не учил не копить толком, а сейчас, тем более, если проговорить про инвестирование, что было, да, в инвестировании в нашем детстве, то сейчас финансовой грамотности нужно учиться нам, да, и нужно учиться нашим детям. Причем одновременно, да, и получать эти знания и сразу же их применять на практике. Я про то, чтобы ребенку давать эти знания и начинать их давать с шести лет, потому что после шести лет ребенок все равно идет в учебное заведение как в школу, и чтобы он уже понимал, да, что такие деньги, да, как ими управлять, что покупать. Я за то, чтобы у ребенка было три копилки, обязательно три копилки. Почему три? Ну, это один из таких пунктов, когда мы даем ребенку понимать, как копить, то есть одна копилка, которую ты купишь на что-то большое, но ты ее открыть не можешь, лучше ее иметь прозрачную. Такие три колбы. Одна копилка это про то, что ты копишь на дни рождения, на подарки, и именно с этой копилки ты можешь дать маме, папе деньги в случае чего. Ну, то есть, когда родители могут сказать, ой, там, дай деньги на хлеб, да, или там, у тебя есть, ну, заплати сейчас, доставка придет, нет денег, да, вот, и третья копилка, которую ты можешь потратить прямо сейчас. И вот, когда вы начинаете давать ребенку деньги, то вы прям постараетесь давать так, чтобы у ребенка была возможность в три копилки. моих детей одна копилка, и они не тратят. Но есть момент того, что они ее копят для чего-то такого дорогого, ну, то есть, купить там ноутбук, купить, ну, какую-то такую дорогую вещь. И еще есть классно, когда вот там копится сумма, и, ну, ты понимаешь, что ребенок ее долго копит. Ты говоришь, посчитай, посчитай деньги. И он говорит, я накопил 50, 70 тысяч деньги, ну, до айфона еще далеко, да? И ты говоришь, накопишь до 100, я тебе докину. То есть, ну, тогда у ребенка появляется интерес быстрее ее докопить, да? Ну, и ты потом все равно докидываешь какую-то сумму денег. А вот эта вторая копилка, это про то, ну, чтобы вот дать деньги маме, купить подарок на день рождения другу. То есть, она тоже нужна. И вот, когда он держит эти деньги, он думает, так, в этом месяце, м-м-м, 8 марта, тюльпанчики нужно купить маме, да? То есть, если я, как бы, деньги закину в одну копилку, то, ну, мне не хватит денег на тюльпаны. Тогда я распределю туда поменьше, сюда побольше, да? А там, от сладкого откажусь, да? Ну, в другой раз скажу, м-м-м, апрель месяц свободный, можно все потратить на конфеты. Ну, то есть, как бы вот так вот. И мы учим. Это первая ступень, то есть, это копилки. И не факт, что будет результативно сразу, но и плюс вы все равно помогаете ребенку учиться финансовой грамотности с шести лет, то есть, это делаете постепенно. Теперь по поводу вопроса, сколько давать денег? Все индивидуально. Это как с интернетом. Вот вы понимаете, что для вашего ребенка в этом возрасте вы предоставляете всего лишь час интернета, или компьютерных игр. Точно так же, если для вас нормальный ежедневно давать 200 тенге, то вы даете, и для вас это понимание. Кто-то из моих клиентов говорит, я своему ребенку ежедневно даю 2000 тенге. Все такие, раз таки, посчитали, сколько родитель дает в месяц своему ребенку. И его родители озвучил, потому что ребенок, во-первых, в школе кушает сам, во-вторых, самостоятельно добирается на спортивные секции, и плюс он копит какую-то сумму денег, ему тоже очень важно, откуда он будет копить, ну и плюс он меня не просит в последующем на кино и на какие-то другие мероприятия. То есть он из этих сумм уже выбирает те же 200 тенге, только он управляет сам. Да, то есть он смотрит на кинотеатры, он смотрит на какие-то там выходные дни, но она дает это только в будни, то есть выходные она не дает деньги. То есть ребенок понимает, что ну это вот, этот клиент был у меня 4 года назад, то есть это еще было 4 года назад, может быть сейчас данный родитель дает ему больше. Ну то есть может быть сейчас тенденция, что и 2000 мало. еще шкурный вопрос, квартиры им дарить или не надо детям? Вот ему 18 лет или 25 он работать начал, квартиру давать или не надо? Или пусть сами зарабатывают? Знаете как, вот вы задайте себе вопрос, а вы бы хотели, чтобы вам папа подарил квартиру? Я бы очень, лет 20 бы сэкономил бы жизни наверное себе. можно такое вот хотела сказать нехорошее слово, а потом поняла, ты бы эти 20 лет ну потратила, профукал, я не знаю, какое еще более такое экологичное слово сказать. пролюбил. Да, ну как бы просто потранжирил или бы ты все равно реализовывался и тебе бы не помешало, что есть недвижимость? Или ты как бы прогудел и все? Я бы жил бы с меньшим напряжением точно бы сильно. И мое понимание, что если есть возможность, наверное, лучше бы, наверное, да. Но не знаю, с какими, но есть нюансы, там, без управления, допустим, просто пожить, дать, или на первоначалку дать. Мне такое, чтобы какой-то путь он сам прошел. Вот это напряжение, про которое ты говоришь, что ты 20 лет жил с напряжением, да, когда ты купила свою первую квартиру, ты это сделал так, фух, да, ну то есть как бы это была радость, это была гордость, и ты был счастлив, да, получить эту квартиру. То есть это же тоже эйфория, которая нужна человеку, да? Согласен. Вот, но здесь очень правильно распределить, что для кого-то может быть напряжение забрать очень много ресурса, и он, ну, в принципе, из-за стресса может даже быстро умереть, да, а для кого-то напряжение дает мотивацию и силу. То есть здесь, ну, все индивидуально. То есть здесь нужно смотреть, и здесь, конечно же, нужно договариваться с ребенком, да, и, конечно же, создавать условия для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Не просто я тебе в 18 лет выкинул и все, да, а в том, что я всегда у тебя есть, да, я для тебя, ну, родитель всегда, я тебя всегда поддержу, но я тебе, да, может быть, не предоставляю наблюдочки, чтобы ты ощутил радость достижения своих побед, но, как бы, в то же время я всегда есть. У меня и друг такой был, у него этот, знаешь, ему родители давали все, всегда, всю жизнь, и они у него украли все мечты, которые ему можно было, то есть он говорит, я хочу машину, его машину, он говорит, а теперь, он вот так говорит, я думаю, короче, он начал, в какой-то момент начал заниматься корпусной мебелью и начал делать мебель, и он говорит, через год у меня будет мебельный цех, он приезжает домой, а у него дома мебельный цех, то есть у него все оборудование родители уже купили, и так каждый раз, и чем бы он не занимался, они ему сразу давали то, что он, к чему должен был прийти, там, через год, через два, да, И человек дико не реализовался И в оконцовке покинул мир Ну вот здесь Да, здесь нужно понимать О том, что это не должно Убивать мечты, не должно убивать Желание ребенка Чтобы ему было интересно жить Но в то же время, если он Находится в стрессе Тоже никому не нужно Ну, например Если рассматривать мою ситуацию Ну, я могу вам сказать О том, что когда я училась в Санкт-Петербурге Я заканчивала там университет По психологии И получилось так, что, конечно же Россия Это перспективно было 20 лет И как бы Моя сестра осталась Реализовываться уже не в Казахстане И моя мама Позвонила мне на пятом курсе Причем как Можно же было поменять гражданство Но я не меняла гражданство Я схватилась за этот синий паспорт И я его не меняла И, конечно же Мне предлагали работу уже В Санкт-Петербурге Причем при университете предлагали В Тойота-центре предлагали Ну, то есть Предлагали Надо было менять гражданство И как бы уже даже Вариант, где работать И мама говорит Может быть останешься Мы тебе поможем Первые месяцы Пожить на съемной квартире А я жила в общежитии Ну, то есть Мы будем тебе помогать Чтобы тебе было несложно И она Ну, с разных сторон Хотела предложить То есть она Ну, предлагала Что может быть Будущее, да Реализация какая И я помню ее слова Очень помню Но я говорю Мам Я не хочу Жить На съемной квартире Я не хочу разделять С кем-то квартиру С девочками Я не хочу Чтоб эти девочки Приводили мальчиков Я не хочу жить А одна Ну, я квартиру не потяну И родители в тот момент Я тоже понимала Что для них это сложно И я сказала Я возвращаюсь в Алмату Я возвращаюсь в Алмату Я приеду И я буду работать здесь И буду реализовываться здесь Но одна из причин Почему это мне осталось Это нищета Ну, то есть Это не было денег Дать Как бы мне там жилье Да И я вернулась И я не жалею Потому что я безумно люблю Когда встал Девочки переводят мальчиков Это, конечно, прикольно У меня так прям флешбеки Такие, знаешь От студенческих времен Ну, просто Когда ты в общежитии Ужасно Три-четыре человека Снимают квартиру Я не против Это классно Это удобно Это шаг к реализации себя И для того, чтобы задержаться в крупном городе Это классно Если вам повезет найти хороших соседей Да, по квартире Но я тогда Не обладала таким желанием А я обладал Я С кем я только не жил И где я только не жил Ёб Ну, для меня, наверное Было Для девочки, конечно Зачем нужно это? Да, то есть Для меня это было В приоритете Да Я понимала Что я не смогу В домах В Казахстане В Алмате Я чувствую себя В безопасности Я понимаю Что я реализуюсь Я понимаю Что я буду полезна А как бы Любимый человек Ну, любимый человек Он поддерживал Как бы И в Питере И в городе Алматы Да, то есть Как бы Здесь Ну, как бы К нему вопросов нет Но здесь чувствовал я Что Хотя бы есть родительский дом Сегодня девочкам проще, да? Любимый человек взял этот Классно Есть на кого опереться Ну, тем более На моего супруга Можно опереться Я Я вот в честь этого могу говорить Очень много Я люблю своего мужа Смотри Я-то Насколько понимаю Все мужское Сейчас Очень этот Будет сжиматься Да, то есть Порицаться будут И мы Так или иначе Идем к феминизму Поэтому Ну, давай Приподнимем мужчину Чтоб нам полегче было К нему прийти К феминизму Почему к феминизму? А что? Ну, оно Весь мир движется туда Сколько я смотрю И бизнес Он становится более такой Больше Как этот Женский Что ли Ну, как материнские Компании называют Типа гугла Там фейсбука Да, то есть И они стоят Больше Чем вот эти Вот там Заводы Пароходы Всякие Даже это идет И мужчины На самом деле При всем том Что как бы У нас патриархальный Больше Как бы Устой Но сейчас Мужчин сильно нагибают Сейчас вот Очень важно Очень важно Обожаю Если я Принимаю И понимаю Своего мужчину А если я люблю Да Своего мужчину И когда я это делаю Искренне То знаете Включается Вот это вот Взаима То есть Я очень много Любви Вижу от своего Супруга Я очень много Вижу любви От своего Супруга В поддержке Да То есть Это когда Знаешь Я увольнялась С банка И если честно Я только поступила На руководящую должность Это было Управление В Ичаре И Ну только Только поступила И я тут же Написала заявление И конечно же Все со стороны Могли сказать Ты что Да Ну ты только Ну давай Работай И руководитель Меня В принципе Не отпускал Он говорит Я тебя взял Да То есть Я хочу Чтобы ты попробовала И А я взяла И написала заявление И меня очень Хорошо поддержал Мой супруг То есть Он сказал Давай И я ушла В детскую психологию И он дал мне Эту возможность Да И вот это вот Как раз Оно взаимо То есть Я Я люблю Да Своего супруга И Он очень для меня важен И он любит меня И поэтому Я Наверное Этим сообщением Хочу донести Что Любить Очень важно Здесь Не зависит Это от пола Здесь Не зависит От того Что С кем Нужно мериться Достоинствами Да Здесь Важна Искренность Что Ты хочешь Что 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 Ты за этим Несешь И если Это Безусловно Любовь То ты Будешь Чувствовать От партнера И Будешь Чувствовать От отца Будешь Чувствовать От сына Будешь Чувствовать От брата Ты Будешь Чувствовать Любовь Даже И Внимание Поддержку От Одноклассника от просто прохожего, который вот просто даже вот сегодня такая ситуация, я так бежала на этот подкаст, такая счастливая, и мне просто мужчина, идущий с теми детьми, говорит, девушка, девушка, они меня догоняют, я думаю, ну, обогнать хотят. Он говорит, у вас этикетка на юбке. Я такая говорю, ой, как классно. Я говорю, зато похвасталась, что юбка дорогая. Но это про то, что он не постеснялся сказать. И, ну, я сегодня не пришла с этой этикеткой. И я так была ему благодарна, то есть, потому что, ну, это же хорошо, а если на сцену выйти с этикеткой? Да, ну, прям благодарю этого мужчину. Вот, это вот про взаимность и про уважение друг к другу. Наверное, на этом все. Я думал, ты мужчин приподнять хочешь, ты своего хотела приподнять. А, знаете, все равно вышло, что я своим супругом похвасталась. Я еще могу хвастаться папой. Спасибо, что пришла. Очень интересный разговор получился. Может быть, темы какие-то чересчур острые были, но я думаю, что вам понравится. Мне было очень приятно с тобой общаться. Ой, благодарю тоже. Всем удачи, легкости и, конечно же, отличного настроения, чтобы все было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!